Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первом данном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. В ногах у неё воронка и руками она отмахивается. Хорошо. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берём рудит и в защиту скафандр на время работы. С тонкими телами и вместе с тонкой копией рудит и поднимаясь в комнате диагностики. 1, 2, 3, пошёл подъём. Мы на месте. Хорошо. Мы приветствуем рудит и интересуемся готовы ли она к диагностике и чистке доверия для нам в своё биополе. Наперёд, сеанс. Доверят. Хорошо. Воронку у неё в ногах, ты говорила, ещё её. Давай её уберём. Я даю команду на 4. Эта воронка выходит из биополя рудит и 1, 2, 3, полностью. Отключается. Вместе с опустующими энергиями и отправляется в клетку-тюрьму. Это даже не воронка, это такой чёрный квадрат, который её сковывает в движение. Чёрный квадрат. Хорошо. Вышёл этот квадрат. Отлично. Отправляю в клетку-тюрьму. Готово. На голове у неё ещё что-то. Хорошо. Даю команду скэнеру. Скэнер отключает подключку над головой полностью до последней чипа датчика импланты и конвектора. Проводка. Всё выходит, отключается и переносится в клетку-тюрьму. У меня как пчелиный улей. Улей. Дом пчелиный. Она от них отмахивается. Пчёлы есть? Пчёлы я не вижу пока. Вижу, что она махает руками и с этим домом они включены к нему. Они все с ним выходят, с этим круглым домиком. На этой чистоте всё выходит. Этот улей отправляется в клетку. Есть. Я даю команду на счёт три. Скэнер сканирует пространство над головой. Рудитый под ногами. 360 градусов вокруг неё. Один, два, три. Скэнер сканирует все семь тонких тел. Рудитый. Находит всё. У меня демон вышел. Джинн, Кинкоп, Арахноид и Гуманоид. И Гуманоид. Отлично. Больше никого? Нет. Итак, у нас чёрный квадрат. Кому он принадлежит? Демон. Демон. Чёрный квадрат принадлежит. Кому принадлежит улей пчелины? Гуманоид. Любитель пчёл. Считай цифры, пожалуйста, у демона над головой. 12. Считай цифры у Джина над головой. 33.16. И Гуманоид, откуда ты? Ута. Что же вам дома не сидится? Поехали с процедурой реверса энергии. Я даю команду тонкой копии. Рудитый спрей циррации энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам и их подключкам к этому квадрату и улей пчелиному. Каналы выстроились. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены. Низкая аббрационная энергия, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Рудитой. Энергию страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Всё, что она могла получить от них, возвращается к ним. Поехали с вопросами, пока идёт реверс энергии. Сколько демон находился в этом биополе? Два года. Хорошо. У кого есть контракт? Ко всем присутствующим обращаюсь. Никого. Хорошо. Джин, сколько ты находился в этом биополе? Четыре. Четыре что? Год, да. Четыре года. Инкуб, сколько ты находился в этом биополе? Год и два месяца. Год и два месяца. Арахноид, сколько ты находился? Восемь лет. Восемь лет. Гуманоид, сколько ты находился в этом биополе? Четыре года. Хорошо. У меня сегодня будет несколько вопросов, связанных с бизнесом. Это, скорее всего, работа Джина была. Да, Джин? С 2017 года проекты не работают. Твоя это работа? Ты тормозишь её работу? Демон и Джин. Чёрный квадрат. Хорошо. Меня интересует, что это за ваш такой союз Джина и Демона по финансам, по которым вы лупите? Зачем вы тормозите её дела? От Джины идут дела. Хорошо. Демон залил вот этот квадрат. Она не может двигаться. Её это раздражает. И она выплёскивает негатив. Реверс закончился. Устанавливает фильтр с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Рудит и забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Всё, что они похитили. Всё, что они изъялись до последней капли. Возвращает Рудит и себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает всё своё себе обратно. Посмотри, что возвращает из квадрата Иулия. Из квадрата возвращается сила, физическая энергия. Энергия спокойствия. А из Улия? Свойства логические мысли. Что-ли, идёт какой-то математический расчёт. А ну поподробнее с этого момента. Гуманоид. Он показывает, мыслеформа возвращается. Она что-то рассказывает, объясняет, рассчитывает. Это он украл у неё, да? Он это забирает, а в жизни у неё в пустую всё идёт. Охотка. И я так понимаю, у него, может быть, это не первый Улий, который он наполняет вот этими её вложениями, затратами энергии. А решу гуманоид. За четыре года сколько раз ты отправлял биоматериал на свою планету? Он говорит, что это не биоматериал, а скорее биоматериал. Кино, кино человеческой жизни. Воспоминания, да? Энергетические вложения и усилия. Итак, сколько раз ты это забирал? Один раз. Это ровно на один раз больше, чем должно быть. Хорошо, ждём окончания реверса. Закончился. Хорошо, начинаем с арахноида. Арахноид, выходи, вытаскивай всё, что я оставил её в биополе, всю свою паутину, иголки, вытаскивай и рассказывай, как это воздействовало на неё. У него паутина на голове и вниз, как фата спускается. Ага, это уже она должна ощущать. Как она это чувствовала на физическом плане, арахноид? Ей не хватает времени на всё. Она не успевает за всё думать. То есть ты её тормозишь? И сбиваются одна за другой. Каша в голове? Скорее она не может правильно планировать. Совсем каши там нет, но одно накрывает другое. Понял, перекрывает. Нет чистоты мысли, да? Чистоты мысли нет. И наслаивается одна мысль на другое, одно дело на другое. Я таки увидел, поэтому получается... Семья, работа и всё это не там, не там. Не получается. Понятно, хорошо. Восемь лет. Кто из вас всех присутствует в квартире? Мы её сегодня чистим. Арахноид, Джейн, всё. Джина, арахноид я потом отпущу в квартиру, они всё соберут. Когда я приду, я проверю и отпущу их на их чистоту. Итак, арахноид всё снял? Да. Инкуб, выходи, отключайся полностью. Инкуб, это ты устраиваешь ей проблемы в личной жизни с её мужем? Он говорит, что он её возбуждает на проблемы. Ты её возбуждаешь на проблемы. И как это возбуждение на проблемы проявляется на физическом плане? Низ живота и неприятно. Он показывает, как она сгибается от боли. То есть это боль твоя работа была, да? Знаешь, даже не воля, а какая-то тошнота внутренняя, что ли, её тошнит от отношений. Отвращение? Да. Понятно. Вот и второй ответ. Идём дальше. Всё снял. Хорошо. Джин, тебе выходить не надо. Собирай всю свою пыль, синюю. Ничего не забывай. Отключайся полностью и доложи, что ты закончил. После этого будет проведена проверка. Несколько миллионов герц. Если кто-то что-то забудет или оставит, он просто сгорит в этой клетке. Я вас предупредил. Приступай, Джин. Он втягивает пыль и она по кругу крутится, как раскручивает её от этой пыли. Ну, давай, Джин, рассказывай, как это воздействовало на её благополучие. Карманы её бил, да? По деньгам. У неё пустые карманы, а у меня набитые. Хорошо. Тогда расскажи, если ты хочешь все эти набитые карманы, свой сосуд с деньгами, унести на свою чистоту. Расскажи мне, как это всё ты делал, чтобы ей понять всю эту ситуацию. Итак, я тебя слушаю. Джин работал. Джин везде. Джин контролирует финансы. Не она. То есть ты воздействовал. Я понял. Ты воздействовал, значит, на её партнёров. Правильно я понимаю? И подстраивал ситуацию так, что люди не хотели... Он не воздействовал на партнёров, он воздействовал на неё. Каким образом я хочу узнать, что ты делал и что было? Я должен получить чёткую картину. Ну, он так и показывает пустоту. Вот это синяя пыль, она несёт пустоту. И вся работа идёт в пустоту практически, да? Да. Любые начинания, да? Джин, ну должна быть какая-то... Они не совсем в пустоту идут. Они не идут, не развиваются. Понятно. Ну, должна... Оно и то же. Должна же быть какая-то чистота, которая тебя притянула к ней. Что это такое? Он говорит, что это её бизнес-хватка. Бизнес-хватка тебя притянула? Такая она сильная? Да, она делает свою работу, но он забирает всё у неё. То, что она делает, он всё забирает. Всё понятно. Все результаты. Хорошо. Итак, у нас демон остался. Демон, есть лярвы в этом биополе? Да, есть. Ты хочешь их получить? У неё горечь. На горле. Горечь от чего? От слов или от действий? Или скапливается? У неё не получается. У неё не получается. От этого образуется горечь. Понятно. У неё, значит, горечь от того, что у неё идут дела не совсем хорошо. Правильно? Нет, не совсем так, как она представляла. Не так, как она себе представляла. Хорошо. Я тебя услышал. Выходи, вытаскивай всё, что ты оставил, кроме этого квадрата чёрного. И доложи мне на месте то, что ты всё снял. Я дам тебе команду отдельную на лярву. Приступай. На него ленты, руки, ноги он снимает. Дёргал за них, конечно, да. Тема, назови мне, какие частоты там на твоей частоте, скажем так, присутствуют? Что тебя притянуло к ней? Она почему-то показывает её. Она лбом об стенку бьёт. Не учится на своих ошибках. Не анализирует. А я, китайская сетем, застопорила на её. Ну, там должно быть какое-то... То есть бьёт всё дальше. Там должно быть какое-то чувство. Там должно быть злость, ненависть, страх, ужас. Такого плана должно быть. Там разочарование и пустота. Разочарование и пустота. Ну, конечно, на разочарование и пустоте можно построить и дворец. В твоём понимании. А не один квадрат. Понятно. Хорошо. Всё снял? Да. Разрешайте забрать лярву. Забирай и возвращайся назад. Готов. Хорошо. Так. Все всё забрали. Тогда я даю команду на рассинхронизацию. Центр заканчивается автоматически. Диман, скажи, тебя интересует эмоциональный фантом? Конечно, интересует. Я тебе его могу отдать, если ты мне расскажешь. Расскажешь, какие там частоты больше всего тебе отзываются. Когда я буду зачитывать текст. Когда он выйдет, ты мне расскажешь, и я тебе его отдам. Устраивает? Расскажу. Жалко, что. Ну, ей это важно. Готова рассинхронизация. Выходит эмоциональный фантом Рудиты и проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкие аббрационные эмоциональные энергии. Неверное проецируется на ее эмоциональном фантоме. Вышло фантом. Хорошо, Рудиты. Вы готовы расстаться с этими энергиями, которые вы сами произвели? Готова. Хорошо. Сворачиваю энергии в шар. Итак, демон. Отвращение, нервозность. Отвращение, нервозность. Еще что-нибудь? Ну, забыл. Было еще что-то. Изолированность, угнетенность. Хорошо. Угнетенность. Угнетенность. Отлично. Отправляю этот шар демону. Заслужил. Причем угнетает она сама себя. Конечно. Только так. Хорошо, демон. У меня больше вопросов к тебе нет. Буду тебя отпускать на твою чистоту. Ты готова уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес. Уходит на свою чистоту. Закрываю, опечатываю, растворяю. Ты ему отдаешь квадрат? Нет, квадрат остается здесь. Стоп. Ушел. Закрываю, опечатываю, растворяю. Стоп. Угненную пентаграмму. Хорошо. Под квадратом открывай портал. Галактическая дробь. Квадрат уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Хорошо. Джин и Арахнует. Я сейчас вас отправлю. Открою вам два канала. И вы уйдете в эту квартиру. Соберете все, что вы оставили. Я приду, проверю. Открою вам портал на вашей чистоте. Все понятно? Да. Открываю два портала в квартиру. Рудит. Один, два, три. В один уходит Арахнует. В другой уходит Джин. Дождается нас там. Закрывай, опечатывай, растворяй оба портала. Готово. Хорошо, Инкуб. В твоих услугах больше не нуждаются. Ты готова уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Инкуба. Один, два, три. Инкуб забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Должен будет остаться один гуманоид и его улей. Правильно? Да. Отлично. Ли, я прошу тебя выйти на связь. На связи. Ли, посмотри, пожалуйста. Гуманоид Ута. Четыре года сидел. У меня еще улей здесь стоит. Пчелиный. Может быть, и там еще кто-то подключен. Он не забирает гуманоида и олей тоже. Хорошо. Готово. Хорошо. Теперь давай проверим на полноту души. Даю команду скэнеру. Скэнер проверяет полноту души. Рудиты. Один, два, три. Пошла проверка. Семьдесят два. Вау. Семьдесят два процента. Хорошо. Даю команду на четыре. Рудиты выстраивает каналы. Да, будет так, а так и есть. Пошел процесс. Но здесь картинка идет, что есть где-то еще один улей. И он состоит как раз из ее воспоминаний дел, куда она вкладывала душ. Это возвращается? Да. Отлично. Все, до ста процентов возвращаем. По праву. Все свое забираем по праву. И этот улей, он пустой становится. Да, было и задумано. Готово. Отлично. Итак, контрольная проверка. Скэнер. Сколько процентов? Сто два идет. Отлично. Хорошо. Рудиты, поздравляем вас. Вернули вам вашу душу. Часть ее. Поехали по частотам. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Рудита должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Готова. Хорошо. Я говорю слухи, и тонкая копия повторяет за мной. Я. Соглашением, контрактом и договором. Договора выходят. Активные подсвечиваются. Ты знаешь, у нее вышел контракт, он не подсвечивается. Гуманоид его готовил. И картинка идет, как он ходил вокруг нее, чтобы она его подписала этот контракт. Понятно. Не успел, да? Нет. Хорошо. Я говорю слух, а тонкая копия Рудиты повторяет за мной. Внутрияем власть и договора по закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Нет. Отлично. Открываем воронку в галактическое ядро, и все аннулированные контракты уходят на переработку. Закрываем, опечатаем, растворяем. Готова. Хорошо. Рудиты, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Она великолепно себя чувствует. Она танцует. Ей очень легко. Примахивает крыльями. Она взлетает. Она говорит, что я чувствую, моя душа, она цельная. И я знаю, кто я. Крыльями вперед скрывает себя. Все верно. Кроме того... Наслаждаюсь, она говорит. Да, все интерференты ушли. Больше вам никто не мешает. Осталась только квартира. И сейчас мы ее будем чистить. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Рудиты в ее систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу каждой клеточки, каждой извинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Она крылья вперед складывает. И говорит, что я всегда детей закрываю крыльями. Это и есть защита, все верно. И себя можете защищать этой защитой. И детей. Себя закрывают. Они у нее не сзади, а спереди. Я понял, спереди, да. Хорошо. Как обнимает себя. Да, это есть защита, ангельская защита. Хорошо, отлично. Квартиру ты видела. Отключаемся от объекта. И на счет три переносится к входной двери к квартиру Рудиты. Один, два, три. Ты стоишь перед входной дверью. Я здесь. Хорошо, входи в квартиру. Я даю команду на счет три по всему. Один, два, три. Пошел процесс. У нас там Джин Арахноид был. Да, и у нас чья-то красная сетка между дверями. Клетка сформировалась. Хорошо. Арахноид здесь. Джин на месте. Здесь есть бес, дракон синий. И есть две воронки. И неупокойная душа. Хорошо. Под воронками открывается портал. Галактическое ядро. Один, два, три. Воронки уходят на переработку. Закрываем, опечатаем, растворяем. Есть. Хорошо. Синий дракон считает цифры над головой. Двенадцать, одиннадцать. Хорошо. Что ты собирал, синий дракон? И как долго находишься в этом доме? В этой квартире? В четыре месяца находится, плату установил. Хорошо. Собирал энергии разную. Понятно. Хорошо. Выходи. Собирай все свои платы, отключайся полностью, ничего не забывая, возвращайся в клетку и докладывай о готовности к проверке. Приступай. Готово. Я хочу получить от тебя слово синего дракона, что ты больше не придешь к этому человеку и в эту квартиру. Даю слово. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. И синий дракон забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Арахной, ты все собрал? Показывает по углам, по шкафам. Там наверху потолки высокие, как шкафы сделаны. Он везде находился там. Понятно. Хорошо, он все собрал. Я тебя прошу больше не приходить в эту квартиру. Ты все понял? Да, он все понял. Он знает, что он сгорит. Все верно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес и уходит на свою чистоту. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Хорошо, Джин, ты собрал все свое? Да. Готово ходить? Готово ходить. Больше не приходи. Я буду проверять этого человека. Все понятно? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте джина. 1, 2, 3. И Джин забирает все, что он с собой принес и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, без, считай цифры над головой. 8. Что там за сеточка стоит на входной двери? Твоя работа? Моя сеточка. Хорошо, давай, выходи, собирай все свои комочки, все, что ты раскидал, одеялки, сеточки, ничего не забывай, возвращайся назад. Приступай. У него в детской комнате комки, сетки, вообще у него здесь зеркало, и он из этого зеркала смотрит, с портала. Да, я видел там порталы. В детской комнате шкафы, зеркальный. В детской комнате, понял, хорошо. Все собрал. Все собрал, хорошо. Так, Биес, постой минуту. Ну, ты хочешь получить негатив, который здесь находится в квартире? Да. Хорошо, постой, я отпущу неупокойную душу, потом ты мне покажешь все порталы, я закрою эти порталы и соберу тебе весь негатив. Все понятно? Все понятно. Хорошо, обращайся к неупокойной душе. Неупокойная душа, представься, как к тебе обращаться? Алиса Альбертовна. Алиса Альбертовна. А как давно вы покинули это земное воплощение? Не так давно, два года. Да, два года как покинула. Сколько лет вам было? 83. 83? А почему же вы не ушли в свет, в портал светлый? Внук у меня родился, хотела с ним побыть. А потом? Поняли? Потом поняла, что он меня не воспринимает. Он меня видит, она боится. Конечно, боится. И вы его еще пугали. Хорошо, Алиса Альбертовна. Я полагаю, вы хотите, чтобы мы открыли вам портал светлый, да, в чистилище? Да, пора уходить. Она показывает себя, она на каком-то аппарате лежит, дыхательном. Понятно, хорошо. Ну что ж, будем отпускать вас в светлый портал в чистилище. Желаем вам всего наилучшего в новой жизни. И на счет три открывая светлый портал в чистилище. Один, два, три. И Алиса Альбертовна уходит в этот портал, ее куратор встречает. Все друзья, все, кто ее знал и любил, встречает ее. Встречает ее? Она, когда залетает в портал, вообще не упакованная душа, они принимают свою форму, да. И она повернулась и кивает нам. Благородная бабушка, от нее идет такое слово. И она уходит, да, и встречает. Отлично. Закрывай, опечатывай, раствори. Готово. Ну вот еще одно хорошее дело сделали. Хорошо, Бес. Пошли по квартире, показывай мне все порталы. Я их закрою и соберу тебе негатив, как и договорились. Пошли. Ну вот этот шкаф. Зеркало. Где? В детстве. Там зеркало, да. Что ты хотела? Там не только шкаф, там вообще как-то вся стена. Где стоит шкаф? Давай всю стену возьмем. И по всему периметру этой стены, там где стоит шкаф, включительно шкаф, открывается воронка в галактическое ядро. Один, два, три. Засасывай туда этот портал, фантом портала, частицы портала. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, обчатываем, растворяем. Да, готово. Идем дальше. В ванную он идет. Там красная стена портала. Дальняя или боковая? Боковая. Боковая. С какой стороны? Где сам, где сама ванна установлена. Там красный какой-то вардовый кафель, он на нее показывает. Все понятно. В этом месте внизу открывается воронка в галактическое ядро. Засасывай туда этот портал, фантом портала, частица портала. Все улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, обчатываем, растворяем. Готово. Хорошо. Еще один шкаф и над ним пространство. Под этим шкафом внизу открываем воронку в галактическое ядро. Засасывай туда этот портал, фантом портала. Все частицы портала, все улетают на переработку. Закрываем, обчатываем, растворяем. Готово. Хорошо, еще есть. В коридоре зеркало волнуется, но пока не портал. В коридоре под зеркалом внизу открываем воронку в галактическое ядро. Засасывается туда этот портал, фантом портала и частицы портала. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, обчатываем, растворяем. Еще есть? Есть пол, не пойму где. Почему-то трет его этот пол. Кто трет? Кухня на кухне, да. А что там с этим полом? Там что-то пролито было, портал ушел. Ничего себе. Хорошо, я такого еще не слышал. А что там могло быть пролито? Там был портал, но что-то пролито было. Что-то из еды и в портале запах есть. Все понятно. Отлично. По всему периметру этого пола на кухне, это же на пол кухни был, да? Да. Открывается воронка в галактическое ядро. Засасывает этот портал, фантом портала, частицы портала. Все улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово, портала больше нет. Хорошо, возвращаемся все к клетке. И я даю команду на 4 энергии, эмоции, мысли, чувств. Пошел процесс. Готовы шары. Опиши, большие космические и этот черный. Но здесь космические меньше, а в негативном эмоциональном шаре здесь идут разногласия какие-то. Понятно. Все там насобиралось, да? Да. Отлично. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро. Космический уходит на переработку, закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Хорошо, забираешь бес? Да, он забирает. Отправляю бесу. Есть. Хорошо, бес, я все буду запечатывать в этой квартире, поэтому больше не приходи сюда. Все понятно? Да. Готово ходить? Готово. Открываю внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса 1, 2, 3. Бес забирается, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Хорошо. Клетка пустая. Открываю под ней воронку в галактическое ядро. Клетка уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Есть. Есть. Субтитры сделал DimaTorzok